Оксана Зингишвили из села Пшап, мать троих сыновей. Все спортсмены занимаются карате и помогают родителям по хозяйству. Их семья – одна из 23, которые стали участниками проекта «Устойчивое сельское хозяйство». Проект реализует благотворительная организация «Киарас» при финансовой помощи программы поддержки гражданского общества, которая является совместной инициативой ЕС и ООН. Мне дали мотоблок, баки, шланг, мотор. Все дали, мы сделали. Помидоры, огурцы, перец, курки, сладкие, синики, кабачки. Мы все сделали и арбуз дали. Мы еще добавили дыню туда свою, мы сделали на продажу чуть-чуть имеем. Сейчас будет скоро, будем продавать. Уже 800 килограмм огурцы продали. Синики взяла по 15 рублей, продала, духа упала, уже не буду продавать. Остатки баклажан, которые продавать уже невыгодно, Оксана закрыла на зиму. Также семья самостоятельно приобрела и установила систему капельного орошения. Благотворительная организация «Киарас» реализует различные сельхозпроекты последние три года. Для нынешнего довольно масштабного проекта семьи из числа подопечных отбирались по специальным критериям. Первый вопрос стоял – это количество трудоспособных в семье. Участок должен быть чистым, спашенным и загорожен. То есть критерии. И по этим критериям 23 семьи попали. Также многие попадали под этот критерий, но большая проблема была с водой. То есть не у всех вода была вообще на территории самой земли. Лейла Торуа живет неподалеку от Оксаны Зингишвили. Ее семья, в которой четверо детей, тоже стала участницей проекта. Они посадили огурцы, помидоры, баклажаны, болгарский и острый перец. Свой огород у них, конечно, был и до проекта, но благодаря помощи Кераза они увеличили объем посадки и сдают свои овощи на продажу. Мы не имели бак, куда воду, допустим, чем поливать. Благодаря этой организации они нам помогли, шланги помогли, потому что для многодетной семьи это очень неподъемная сумма. Попросили сетку, тоже помогли. Многим насосом, водяным насосом. То, что мы попросили, главное, рассаду тоже. Это тоже, если все купить, все приобрести по карману для нас, для многодетных, это очень большая сумма. Главное не только реализовать, и семья тоже сытая, не только на продажу, но и это все, чтобы купить, тоже немало экономии. Я лично довольна, сейчас другие не знают, но я лично довольна. Я огромное спасибо этой организации, что вот так нас поддерживают. Тимур Мукба – менеджер проекта «Устойчивое сельское хозяйство». Закуп материалов, рассады, отбор бенефициаров и мониторинг в ходе реализации проекта – его зона ответственности. Тимур рассказал, по каким критериям будут оцениваться результаты проекта. Когда он полностью завершится, когда все культуры отцветут, весь урожай будет собран и реализован, мы можем говорить об успешности проекта. В рамках этого проекта все бенефициары отобраны, им был составлен командой проекта бизнес-планы, мини-бизнес-планы, в рамках которых просчитывали минимальный урожай и, соответственно, выручку, которую должны получить бенефициары проекта. Таким образом, есть, грубо говоря, целевые показатели, которые семьи должны достичь. Вот когда мы соберем данные по тому, сколько и на какую сумму они реализовали свои продукции, мы можем говорить о том, насколько был успешно реализован проект. Георгий Пантия – агроном проекта. Он занимался подбором сортов, оптимальных для открытого грунта, консультировал участников по правилам посадки и ухода, помогал с лечением и удобрением. Конечно же, мы всегда на связи, мы и выезжаем, и на связи. В основном это все люди присылают фотографии, когда сталкиваются с какой-то проблемой. Например, этот год очень такой специфичный, то есть климатические условия, они – большие перепады температур. А большие перепады, соответственно, это разного рода грибные заболевания, стрессы на растениях. Есть препараты системного действия, есть препараты контактного действия, есть биопрепараты. То есть, когда начинает выращиваться какая-то либо культура, до момента ее плодоношения, мы рекомендовали использовать, например, системные препараты. А потом, при уже начинании сбора урожая, уже какие-то биопрепараты, либо контактные препараты. Саид Квициния из села Отара – отец пятерых детей. Мотоблок у него был свой, в рамках проекта ему передали бак для воды и саженцы перца и арбуза. Урожаем, как и его реализацией, Саид очень доволен. Арбуз дали, там перец дали нормальный, и перец тоже получился, арбуз тоже нормально. Уже две тонны продал, еще есть где-то три тонны, потом вторая рука будет еще нормально вроде бы. Семену можно было купить, но это раннее саженцы, я не смог бы сделать саженцы, это тоже надо уметь. Так, если не дали бы, не знаю, по-другому получилось. Участники и кураторы проекта ежедневно делятся успехами и неудачами в общей группе в WhatsApp. Последнее время поводов для гордости, конечно, больше. У всех поспевает урожай, и группа пестрит фотографиями. Кроме того, участники делятся отчетами по продажам. Организаторы признаются, что между семьями даже появился соревновательный элемент. У кого урожай лучше, кто продал подороже. Как минимум одна цель проекта уже достигнута. Доказано, что при небольшой финансовой и организаторской поддержке семья, которая готова трудиться, может прокормить себя и даже заработать неплохие деньги. Надежда Боровикова, Сосркуагуха, Абаза ТВ.